Украинская нация У нас опять горят машины, опять, скорее всего, будут пострадавшие Теперь будут пугать страшными украинскими террористами В кавычках, естественно, они страшные и в кавычках украинские Привіт, друзья! Меня зовут Олена Курбанова И вы на моем ютуб-канале Курбанова Лайф А это, конечно же, свежий выпуск и розбир російської пропаганди Ихньо кренджатини и того, что они наговорили за паребриком Вы же не забывайте, что мы с вами найактивнейшие участники информационной войны И так-так, нам конче необходимо отстреливаться от россиян и от их пропаганди Тоже не забывайте лишать нам входу байк для поширения всей зібраної информации И, конечно, подписывайтесь на ютуб-канал Курбанова Лайф Аби знать больше и аби знать про все первым Курбанова Лайф Для тех, кто не знает, это герой Чеченской республики В настоящий момент является куратором Российского университета спецназа То есть Тунг Ахмад Семен Наступное видео, особисто для меня, одно из самых крутых за последний час Фавориты! Я бы их так, забрала в окремую коллекцию в таку собі электронную кунсткамеру Тому що інколи здається, що все найкраще, все найкрутіше вже ними сказано Дно пробито, але вони, здається, будують собі якийсь підземний бункер на багато-багато поверхів Пробиваючи шар за шаром Одним словом, такого не очікували навіть ми Російська пропаганда в ударі Угрозу намерена предотвратити На самом деле все, що происходит, це борьба за вживання І Україна, на самом деле, стала такой отправной точкой І це ще раз доказує необхідність проведення, правильно, спеціальної воєнної операції? Тому що, якщо закрити глаза до уничтоження всього українського населения, то следуючий хто? Следуючий, соответственно, ми? Олесій Александрович, це акт милосердия относительно української нації Тому що треба розмотувати все в рамках речи Верховного Верховного правильно говорила, у нас є три единства, три великих славянських народа і сверхэтнос Убивая українців, вони убивают наш сверхэтнос Нас і так на землі дуже мало Вони нас уничтожають, ми пожираємо свій собственный хвост Вони це робили по ненамеренному, тому що Беседовував з Клєсовим, одним з крупніших генетиків планет Тільки що, щось опять будемо вивіться Він правильно говорить, убиває групу Р1А1А Це наша с вами група славянського населения Всех тех народів, які слились Те 200 этносів, які у нас тут проживають Українці, теж носители, теж група І ще вони на нас ставять эксперимент На нас тучи на українцах Тому що експеримент, який проводить ДАРПА Департамент по інноваційному оружію при Пентагоне Вони проверяють, наскільки человеческий організм Резистентен, т.е. способен спротивляться радиации В небольших дозах Именно ці эксперименты щас дьявольські Оставляться на українцах Вот, зачем вони заражають землю в тому числе Интересний способ испытання веры Пойди і вырежи, уничтожь народ Многі либералы сейчас скажуть Нет, даже правитель не имеет права лишать жизни Нас к этому долго приучали Тому що 24 роки назад Путін сказав Про Україну? Конечно, конечно Хотелось би таких мелких оценок Там про Україну було сказано Но только все було сказано там, глубинно Для того, щоб потом действовать так Как сказали об этом Не надо этот народ спасати Это единый народ Это единый народ Воля Запада Западных стран Являється главенствуючим Вот, я, с своей стороны, считаю, что Судьба Зеленська в любом случае незавидна Его используют, насколько это возможно Насколько это будет считаться эффективным Ну, а потом там есть определенная развилка От того, что он будет отстранен В плане таки вот какого-то переворота Чтоб это было ярко, красиво И чтоб это опять было духоподъемно Для тех, кто там вот сейчас введен в заблуждение Я говорю про жителей оставшейся части Украины То есть это вот одна сторона там, как бы, вот Развитие дальнейших событий В отношении Зеленского Но я бы не исключал и вплоть до его ликвидации Вот, и с попыткой обвинить как раз вот нас, Россию Посевы замерзли, цветы на плодовых деревьях опали По регионам России прошлась майская вьюга После такой погоды В отдельных областях даже, простите, объявили режим чрезвычайной ситуации Дачники, некоторые крупные сельхозпредприятия рискуют остаться без урожая Как вам погода-то в май? Ох май, неласковый совсем Три недели до лета, а в Москве, как в сказке, 12 месяцев Будто братец май с февралем обратно местами поменялись Менее чем за 10 минут сильный снегопад перенес москвичей обратно в зиму Белая береза под моим окном принакрылась снегом точно серебром Строчки стихотворения Сергея Есенина, как прогноз погоды на 8 мая Эти кадры сделаны, ну, как минимум в новогоднюю ночь, если бы не одно но А если еще добавить к этому мелодию из новогодней иронии судьбы Неласковый май уничтожает урожай Заморозки накрыли сразу несколько российских регионов В трех центральных областях Воронежской, Липецкой и Тамбовской Ввели режим чрезвычайной ситуации из-за гибели посевов Резкий перепад температур поставил под угрозу часть урожая яровых овощных культур на юге В Краснодарском крае заморозки побили горох и картофель В основном пострадали ранние овощи В Волгоградской области из-за похолодания погибли виноград, абрикос, вишня, черешня и другие косточковые А также под угрозой посадки картофеля Такое чувство, что я уснула в мае, а проснулась в январе Звенела майская вьюга на этой неделе и в Сибири, и на Урале Свердловскую область погода несколько дней испытывала на прочность Грузовики на трассах встали из-за снега и гололедицы 50 км от Кати, в сторону Перми 8 часов уж едем Ну как едем? Вот так вот едем І якщо на великих своїх пропагандистських каналах вони ще намагаються якось структурувати те, що вони розповідають Намагаються дотримуватись принаймні видимих ознак журналістики То їхні соціальні мережі це, як правило, якраз вікно в істину, вправду Те, чого вони ніколи не показують на їхніх каналах, обов'язково ми знаходимо в їхніх соціальних мережах Взагалі росіяни, які все фільмують, знімають і ведуть свої сторінки Це як агенти Києва, які безкінечно нам показують, що ми все робимо правильно Що війна відображається і на житті звичайного недорогого росіянина Про будні, про те, що вони переживають, що з ними сталося, що взагалі вони викладають і чим діляться у своїх соціальних мережах Подивимось далі Один із часто задаваємих питань, де ми живемо на СВО Я вирішу зробити вам небольшой обзорчик Звичайно, звісно, ми живемо в лесу, в бліндажах, але буваєте, заїжджаємо в місто Вот, смотрите, как мы живем в Абдіїві Мать ее за ногу душевая у нас Все Шампусики Щас вон вода греється Скоро мыться будемо боритися Ребята, це просто Это какой-то одища Ми не успели оправиться от вчерашних событий Как у нас опять нас обстреляли И, ну, ви це могли видеть в прошлом ролике Как мы снимали ролик, и как раз все это случилось в процессе Вот, если не видели, можете посмотреть И самое страшное, у нас прямое попадание в дом Это просто Слов нету У нас опять горят машины Опять, скорее всего, будут пострадавшие, погибшие Это просто ужас, серьезно Ну, вот уже внимательные зрители заметили, что не было никакого схода боеприпасов И, разумеется, никакой снаряд не прилетал в этот подъезд Снаряды так низко не летают Это была заложенная взрывчатка Не удалось Путину совместить сход боеприпасов и уничтожение домов По старой схеме действуют По схеме еще начала 2000-х, конца 90-х годов Когда пугали страшными чеченскими террористами население страны Теперь будут пугать страшными украинскими террористами В кавычках, естественно, они страшные И в кавычках украинские Все взрывы домов в России осуществляются по методу рязанского сахара Спецслужбами Будь то ГРУ, будь то ФСБ Совершенно не принципиально Это не играет никакой роли Главное, что задача одна Запугать население, во-первых И, во-вторых, сплотить их, как Путину кажется Хотя загнанные в угол крепостные не сплачиваются Они пугаются и теряют волю к жизни Впрочем, наверное, на это делают ставку в Кремле Ведь человек, потерявший волю к жизни Не будет сопротивляться, когда его или членов его семьи Будут отправлять в качестве пушечного мяса на территорию Украины Наоборот, он будет считать, что Богоизбранную миссию реализует И спасает свою страну Ну что же, где бы вы ни находились Атакамсы вас найдут И все новые, поставляемые боеприпасы и вооружения В пользу Украины Слава Украине Говорят, Путин собрался увольнять Шойгу С должности министра обороны Очень интересно Это просто перевернет ситуацию на фронте Да нет, ребята Кто бы там ни был вместо Шойгу Хоть Белоусов, хоть какой-нибудь Бортников, Чуйченко Еще какие-нибудь личности Чемезов Я не знаю, кого угодно поставьте Все так же продолжит русская армия заниматься геноцидом населения Украины Сначала артиллерии уничтожать города Потом сжигать их по мере возможности Но, естественно, этому противодействует успешно оборона ВСУ По поводу того, что Путин перестал доверять Шойгу Это факт Иначе бы он его не убирал И связано это с отсутствием каких-либо успехов у Шойгу Но успехов же не будет и у Белоусова И у кого бы то ни было другого Кого я озвучил Потому что в лучших традициях России и Путина Профессионалы не нужны Они давно покинули эту богом забытую помойку И это хорошо, что деньги разворовываются Что коррупция торжествует И является просто позвоночником России Это залог того, что Украина победит И Шойгуна Белоусова Меняй хоть не меняй Все так же варварски будет вестись война И Украине, естественно, необходима оборона Необходимы все те системы Патриот, о которых много говорят И системы укрепления защиты Это важно А вот увидите, с уходом Шойгу Ровным счетом ничего не поменяется Смотрите, какой у нас патриотизм Дайте-ка я сниму Это у нас корова одета в форму солдата Советской Армии Да, вот еще автоматы где Вот у них есть все И вот скажите, пожалуйста, как можно пилотку на корову надеть Это что за патриотизм? Вы можете что-нибудь прокомментировать? Как насчет патриотизма на территории Брянска? Очень хорошо, все красиво, замечательно Вот это нормально? Это замечательно Это патриотизм Это скотский патриотизм Это супер По-багамазовски Молодец Чувство юмора у вас есть Вы знаете, сейчас вы облетите, будете звездой Ютуба Спасибо Энгельс, второй микрорайон, 21 Кирпичи, вот они Я могу даже его вытащить Будет дырка И моя пена Это мое окно на первом этаже Они все 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 Они все Сейчас вытаскивать не буду, потому что будет у меня дырка насквозь Это все отсыпется Да, лучше на место поставить И никакой дырки не будет Я Сабыкеева Лира Кубанычбековна Являюсь гражданкой Казахстана Проживаю на данной территории Нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до трех лет 20 сентября 2022 года я вышла официально в декретный отпуск До этого последние несколько лет работала на экономически важных объектах Российской Федерации в качестве специалиста Миграционный учет я не нарушала Своевременное пребывание в Российской Федерации проходило через миграционную полицию Есть также дактилоскопическое удостоверение Где можно проверить все мои данные и хронологию дат пребывания Но орган по выплатам ОСФР Российской Федерации Искусственно чинит препятствия для невыплаты мне пособия по беременности и родам А впоследствии и по уходу за ребенком до полутора лет Я не иждивенка, я не прошу помощи у Российской Федерации Я просто хотела получить свои законные средства денежные Которые откладывала во время трудоспособности На случай временной нетрудоспособности Страховые взносы У меня имеется документально подтвержденный документ Также он имеется и в системе Российской Федерации В ОСФР, где можно увидеть, что у меня имеется страховой стаж Я являюсь налоговым резидентом Российской Федерации Но почему-то с гражданами Казахстана, а именно со мной Государственные власти Российской Федерации не считаются Я подавала в суд Первую инстанцию мы выиграли Вторую и третью были приведены в решении об отказе Абсурдные ложные сведения Писала в генпрокуратуру, но это бесполезно Просто отписываются и все Никто помогать мне в получении денежных средств Которые мне должны быть выплачены по закону Никто не хочет Обращалась к генеральному прокуратуру Республики Казахстан Ну, в общем Там в генеральной прокуратуре меня перенаправили в МИД РК МИД РК направил ноту в МИД Российской Федерации Те, в свою очередь, опять же в генеральную прокуратуру Генеральная прокуратура разбираться не стала И на финал незайвим буду вам нагадати, что для нас, друзья, украй важливо, звісно, терражувати всю правду Иронию над россиянами и, звісно ж, те, в чому они, как и завжди, збрехали Абрештю, они, как известно, каждый раз, когда делают вдох и выдох Тоже, не забывайте влашати нам в подобайку, аби це відео побачило, якомога більше людей І, звісно, підписуйтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф Чим більшою буде армія наших однодумців Тим гучніше лонатиме українська, правда, українські наративи Ну, і, звісно, тим важче росіянам буде продовжувати сипати своє іпсо проти нас, і їхню пропаганду Не забувайте коментувати абсолютно все, що ви почули і побачили Як і завжди, хоч побачите ваш розбір улюблених фрагментів Бо ми працюємо ще й для того, аби трошки підіймати вам настрій Це під час війни ніколи не буває зайвим Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі! Дякую!